всем привет сегодня у нас телефон не китайского производства скорее всего даже китайского на китайском заводе но бренд считается корейским и так sony xperia xa ultra модель f3211 3211 отличается от 3212 только сим-картами то есть тут версия с одной сим-карта и карта памяти там с двумя сим-картами внешне по характеристикам расскажу чуть позже по комплектации нечего рассказывать там коробка кабель и блок питания вот внешне это 6 дюймовый фаблет разрешение здесь full hd 6 дюймов ogs ips экран распознает 5 точек этого хватает вполне сенсор взывчиво это этим понравился внешне выглядит премиально то есть безрамочный телефон без рамок и даже в белом цвете здесь в отличие от китайских брендов здесь вот почти нету черной рамки это выглядит круто спереди у нас камера с камере поближе было знакомиться чуть позже потому что позиционируется как сэлфи фон камера со вспышкой спереди датчик приближения датчик оповещения здесь можно менять цветовой индикатор в зависимости от событий вот это например вайбер фиолетовый дальше высоту он 190 не помню сколько там сантиметров кнопки управления не на панели а на экранное то есть кнопка назад домой и уведомление сбоку кнопка включения металлическая выглядит очень красиво кнопка регулировки громкости выше ниже и отдельная кнопка для камер вот это всегда что не нравилось здесь только слот под сим-карту и карта памяти до 256 гигабайт сзади камера 20 мегапиксельная 20 мегапиксельная светодиодная вспышка nfc модуль название xperia сверху джек 3.5 миллиметра снизу один динамик и микро юсб разъем здесь не тайп си по характеристикам здесь процессора helio p10 это мтк 67 55 восьмиядерный 3 гигабайта оперативной памяти 16 постоянной дальше android 60 камера передние 16 мегапикселей задние 21 по интерфейсу здесь стандартно sony здесь здесь они оболочку не меняли еще с xperia ray немножко там улучшали как-то быстродействие отличное работает все шустро стандартные все приложения не удаляемые есть для playstation и так далее это по интерфейсу дальше по камерам сразу же камеры мне понравились в дневное время суток вечерняя фотка и средняя вот пару фоток и сделал сейчас покажу это при комнатном освещении книга но если увеличивать тут немножко мылит это кстати еще самая лучшая фотография выбрала из многих это основная камера дальше это без света со вспышкой вот код такая обычная камера ничем не уделяющийся и понравилась камера сэлфи сэлфи камера то есть вот фотка и прикольно это вообще при ужасном освещении то есть и фотки получают достойной при дневном хорошем свете получается отлично это все на фронтальную то есть камера примерно одинаково что фронтальная что основная дальше по быстродействую в играх процессор helio p10 он не является игровым соответственно в антуту он набирает 50 тысяч баллов 50 тысяч баллов он набирает это мало реально мало для современного телефона за 28 тысяч рублей он стоит 28 тысяч установил танки танки при обучении при малых сценах на средних настройках выше среднего работают ну адекватно нормально если там нет мощных сцен каких то что не понравилось он конкретно нагревается то есть вот задняя стенка при вот не знаю я вот играл по моему 10 или 15 минут он уже конкретно греется еще чуть-чуть можно начнет обжигать обучение но на обучение более-менее нормально на игровых ценах это уже все это начинается фриза и тормоза не игровой телефон а так при обычном использовании какие-то документы в интернете соцсети естественно использование камеры ведется отлично то есть основные плюсы это бренд то есть официальная гарантия будет это офигенный 6 дюймовый экран то есть full hd разрешение не 2к но не видно ни пиксель ничего такого отличные цвета белый белый черный черный здесь эта камера то есть дизайн камера бренд основные минусы это аккумулятор 2 700 миллиампер это вот прямо на глазах он садится то есть он был с утра у меня до 100 процентов чуть-чуть попользовался пару игр уже 52 процента и минус мне не понравилось на экранные кнопки не игровой процессор все а так выбирать вам внешне смотрится классно спасибо